Соня, расскажи, какое это у тебя по счёту интервью, насколько ты вообще комфортно сейчас себя чувствуешь? В таком формате, это моё первое интервью, чувствую себя комфортно. Как в твоей жизни появился хоккей? Когда мне было 6 лет, я начала ходить на каток, с каждым разом мне всё больше и больше нравилось. Затем я узнала, что в Московом городе Риттерстале есть хоккейная школа, решила съездить на тренировку. Первая тренировка прошла хорошо, и я решила, что нужно начать заниматься хоккеем. А ты на каток ходила, ну, как все, просто покататься по кругу, условно. Да. А как родители отреагировали, когда ты пришла и сказала, я тут подумала, есть вот хоккей, и я девочка, хочу идти заниматься хоккеем. Да, нормально отреагировали, поддержали. В какой момент ты поняла, что, ну, хоккей – это действительно такая часть твоей жизни, от которой ты не готова отказаться и хочешь, как бы, профессионально продолжить заниматься? Наверное, в возрасте где-то 12-13 лет. В тот момент я была лидером команды, много забивала, отдавала, была лучшим бомбардиром команды. И, в принципе, всего первенства Московской области. После такого удачного сезона я поняла, что мне не нужно останавливаться, и нужно посвятить свою жизнь хоккею. А как у тебя вообще происходит вот это совмещение учебы и хоккея? Да, мне достаточно легко совмещать учебу и хоккей. Я, если пропускаю уроки, я прохожу тему самостоятельно, делаю все домашние задания. И хорошо, что учителя относятся ко мне с пониманием. У тебя бывает вообще свободное время? Ну, то есть, когда ты отдыхаешь? После хоккея, получается, ты должна сидеть, делать уроки? Сначала я иду в школу, потом тренировка. Вечером где-то часа два делаю уроки, и потом час-два остается в свободном времени, отдыхаю. Как одноклассники отреагировали, когда узнали, что ты теперь профессиональная хоккеистка? Что ты занимаешься этим? Как вообще, что говорили? Реагировали они хорошо. Больше даже учителя как-то негативно реагировали. Не понравилось, что, возможно, у тебя фокус внимания от учебы перейдет к хоккею? 50 на 50. Кто-то считал, что это просто не женский вид спорта, а кто-то все-таки из учебы. То, что я больше как, ну, больше хоккеем стал уделять внимание хоккею, чем учебе. Как попала в профессиональную команду? Когда это произошло? Это произошло на спартакиаде в этом году, в апреле. Мне поступило предложение от главного тренера 67-62, и я согласилась. Какая реакция первая была? Удивление, испык? Очень сильно удивилась, и только потом осознала. И, конечно же, у меня были положительные эмоции, очень обрадовалась. А советовалась с кем-то? Стоит переходить, не стоит? С родителями просто обговорили и решили, что стоит. Насколько тяжело адаптироваться вот уже в профессиональном хоккее? Насколько там другие нагрузки, какие-то другие, может, взаимоотношения в коллективе? Ну, как у тебя это все было? Насчет коллектива я достаточно легко адаптировалась, так как большинство коллектива мне было уже знакомо, и тренерский штаб тоже. Насчет именно хоккея и тренировок очень сильно отличаются от мальчиков. У мальчиков больше на скорость, на силу, а здесь больше работают над тактическими действиями. И игра тоже отличается, мальчики все-таки побыстрее и помощнее. Подожди, мальчики, ты хочешь сказать, что ты до 7.62 с мальчиками тренировалась? Да. То есть ты училась играть с пацанами? Девять лет с мальчиками играла. Ты единственная девчонка в команде была? Изначально было две девочки, потом одна ушла в другой год, я одна осталась. Потом я перешла в шестой год, там еще одна девочка появилась. Ну, в общем, там одна-две девочки. А так я постоянно вроде одна была. Крутая получается. А как с пацанами игралась? Как они вообще к тебе относились? Мне очень сильно с ними нравилось. Хорошо ко мне относились. А не было такого, что сначала, может, какое-то такое отношение? Ой, девочка в команде, ну что мы с ней делать будем. Нет, это было в более раннем таком возрасте. Ну, когда они видели, что я там лидером была команды, они все равно как-то завидовали, может, и что-то могли сказать. А в более старшем возрасте, где-то лет в 15, они уже ничего не говорили. Хорошие такие поддерживали. И у нас с ними хорошее общение было. Ты помнишь, как забила свой первый гол в ЖХЛ? Кому было это? Ну, вообще, как ты это переживала? Да, я помню, это было 27 ноября. Игра с Динамо Невой. Я обняла защитника, забила гол между ног. Успела вообще осознать, что произошло? Или это на таком кураже происходит, что потом, только уже после матча успеваешь подумать? После матча только осознала, что смогла забить два гола. Вообще, сначала не верила, что я смогла это сделать. После матча много было положительных эмоций. Много девочек поздравляли, тренерский штаб тоже. Какие у тебя вообще личные цели на этот сезон? Личные цели – это улучшить свою статистику, бросок, поработать над тактическими действиями и реализовывать свои моменты. А командные? То есть, что говорят тренеры, чего они ждут от вас? Нам не хватает реализации, цепляться за свои моменты, меньше удаляться и, конечно же, выигрывать побольше. Ну и глобально, какая у тебя вообще цель в хоккее? К чему ты стремишься? Попасть на Олимпиаду и выбрать золото.